Сейчас многие задаются вопросом насчет поправок в Конституцию. Стоит ли ходить на выборы, а если ходить, то как голосовать за или против. Хочу поделиться своим мнением по этому вопросу, но с небольшим экскурсом в историю. Как вы можете прочитать в книге Семенова Юрия Ивановича, это известный этнограф, историк первобытного общества, у него есть отдельный труд про политаризм. Про такую структуру, при которой во главе стоит политарх. Вы все понимаете, о ком я говорю. И дальше под ним вот эта вся пирамида. И чем выше находится человек в этой пирамиде, тем большую долю какого-то там добавочного продукта он получает. То есть, по сути, здесь эксплуататорами является государственный аппарат в целом. А эксплуатированными являются те, кто у них относится к этому государственному аппарату. И граница она очень плавная. Где-то на уровне самых чиновников самого низкого ранга. Опять же, могут это называть коррупцией или другому, но смысл остается в том, что раньше существовал этот политаризм. Это был там и Сталин, и другие генсеки. А сейчас, естественно, есть также у нас параллельный капитализм, который также жестко контролируется действующей властью. Вот все так называемые эти олигархи и так далее. Поэтому, естественно, политарх заинтересован в том, чтобы остаться у власти, потому что если он теряет эту власть, то он теряет свою долю прибавочного продукта. Ну и некоторые также высказываются насчет того, что есть риск для его жизни и здоровья, например, если кардинально сменяется власть. Например, мы знаем пример, когда какого-то президента то ли Туркменистана, то ли Киркестана за то, что он какого-то там олигарха выпустил, а сейчас там пытаются посадить на несколько лет. Вот поэтому, естественно, у нас законодательно также прописаны гарантии для бывших президентов. Вот, но, естественно, все эти поправки, многочисленные, там их несколько десятков, они в принципе все разумные, вот, в правильном направлении, но надо, естественно, отдавать себе отчет, понимать суть исторических процессов, которых я только что рассказывал вам. Спасибо большое за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии к этому видео. Спасибо.